Пшатов Владимир Владимирович Парижский мирный договор и окончилась война против Наполеоновской империи. 31 мая – памятная дата военной истории России. В этот день, в 1814 году, был подписан Парижский мирный договор и окончилась война против Наполеоновской империи. Многолетняя борьба с военным гением Наполеона завершилась победой в марте 1814 года, когда русские войска взяли столицу Франции, крупнейший город Европы того времени. Через неделю после взятия Парижа русскими солдатами и казаками император Бонапарт отрекся от престола. Война завершилась, но после военного успеха требовалась и победа дипломатическая. Необходимо было определить, каким будет мир после Наполеона и какое место в новом геополитическом раскладе займет Россия. Уже в апреле 1814 года союзники по шестой антинаполеоновской коалиции – Россия, Англия, Австрия и Пруссия – стали готовить договор с новой Францией, уже не империей, а разгромленным королевством, в которое возвратился монарх из прежней династии Бурбонов – Людовик XVIII. Парижский мирный договор был подписан 31 мая 1814 года, ровно через два месяца после того, как русские войска вошли в столицу Франции. Необходимо было создать новый общеверопийский баланс сил, когда все крупные державы Западной Европы, имевшие противоположные интересы, уравновешивали бы свое влияние, и тем самым Россия неизбежно становилась бы ведущей геополитической и военной силой на континенте. Именно для достижения этих целей и работала наша дипломатия. Поэтому, несмотря на военный разгром и волчьи аппетиты Англии и Австрии, Франция сохранила свои границы, существовавшие до 1792 года. Даже получив несколько небольших дополнительных клочков земли, Франции возвращалась и большая часть колониальных владений, утраченных после революции и во время наполеоновских войн. Хотя нашествие 1812 года причинило огромный ущерб нашей стране, именно по требованию российского императора разгромленная Франция была освобождена от выплаты контрибуции. Зато все крупные европейские страны, присоединенные Наполеоном к Франции, Швейцария и Нидерланды становились независимыми. Все это позволило ликвидировать могущественную Наполеонскую империю, но сохранить побежденную Францию как выгодный для России геополитический противовес чрезмерному усилению влияния Англии и Австрии в Европе. Кроме того, французский король, опять же под нажимом Александра I, согласился на сохранение во Франции Конституции и Парламента. В этом случае представленная демократия создавала уже другой, тоже выгодный России политический противовес, не допуская усиления монархической власти в государстве, где все еще оставались слишком влиятельны наполеоновские традиции, политической диктатуры, способные опираясь на экономическую мощь возродить сильную армию и былое влияние. Сохраненный же под давлением Александра французский парламент обрекал Францию на десятилетия депутатской говорильни и относительно слабой королевской власти. Одним словом, русская дипломатия при подготовке мирного договора 1814 года продемонстрировала стратегическое мышление. Отказавшись от сиюминутных выгод, например, в виде требований к антрибуции от Франции, она на несколько десятилетий вплоть до начала Крымской войны обеспечила небывалое геополитическое влияние нашей страны в Европе. 30 мая 1814 года в Париже был подписан мирный договор. Шесть стран антинаполеонской коалиции во главе с Россией этим документом простили Франции, терроризировавшей всю Европу два десятилетия, все грехи. Страна-агрессор не теряла ни пяди своей земли, не платила ни франка контрибуции. Документ гласил, что Франция только лишается своих завоеваний. За два месяца до подписания договора в Париж вошли союзные войска. Колонну возглавлял русский император Александр I. Царь придавал этому событию огромное значение и заранее к нему готовился. За несколько месяцев до вступления в Париж британский премьер-министр лорд Ливерпуль сообщал в депеше, что цель Александра войти в Париж во главе блестящей армии и создать контраст между своим великодушием и разрушением Москвы. Для усиления контраста русский царь, освободивший Европу, въехал в Париж на серой кобыле, которую ему шесть лет назад подарил Наполеон. Напрасные жители французской столицы бледнели от страха, предполагая, что устроят им русские солдаты в отместку за сотни тысяч убитых соотечественников и сожженную Москву. Перед тем Александр I принял делегацию мэра в Париже и сообщил им, что берет город под свое покровительство. Я люблю французов. Я признаю среди них одного лишь врага – Наполеона. Враг был сослан на остров Эльба. Это была единственная потеря французов, предусмотренная Парижским мирным договором. Согласно документу, на престол взошел Людовик XVIII, таким образом восстанавливая королевскую династию Бурбонов. Кроме того, мирный договор между Россией, Британией, Австрией и Пруссией с одной стороны и Францией с другой предусматривал восстановление естественных границ в Западной Европе, возобновление независимости Голландии, Швейцарии, немецких и итальянских государств. Александру в итоге удалось стать самым великодушным завоевателем в истории. Хотя в России такого щедрого царского жеста поддержали немногие. Но государю важно было мнение Европы. Иногда такое отношение государя к внешней политике связывает с влиянием французского дипломата Толерана. Задолго до того, поняв, что Наполеон ведет Францию к катастрофе, тот предпочел стать агентом сразу нескольких государств, в том числе и России. «Народ Франции цивилизованный, его государь нет». «Государь России цивилизованный, его народ нет». «Итак, роль русского государя – быть союзником французского народа», – писал этот хитрец царю. Парижский мирный договор предусматривал проведение Конгресса европейских государств в Вене. Он проходил с сентября 2014 года по июнь 2015. Еще до начала форума страны-победительницы попытались выработать единую позицию по новому мироустройству. Но оказалось, что договориться невозможно из-за серьезных противоречий. Россия претендовала на значительную часть Польши, Пруссия желала Саксонию, другие страны такое положение дел не устраивало, настораживало усиление России. Тем временем в Вену прибыла французская делегация. Ее возглавил все тот же князь Столеран, который и при Людовике XVIII занял пост министра иностранных дел. Виртуозному дипломату удалось добиться полноправного участия Франции в переговорах. Более того, он вбил клин между участниками коалиции. В ночь с 3 на 4 января 1815 года был подписан договор между представителями Англии, Австрии и Франции, направленный против прежде всего России. «Коалиция распалась и навсегда», – писал Толеран Людовику XVIII. Вот так министру только что побежденного государства удалось склонить Англию и другие страны на свою сторону. И теперь вдруг Пруссия, Великобритания, Австрия и Франция оказывались в одном лагере против России. Но до столкновения не дошло. Помогло почти чудо. Наполеон сбежал с острова Эльба и двинулся на Париж. К тем, кто чуть не подрался, пришлось снова создавать антинаполеоновскую коалицию. А схватка России с объединенной Европой откладывалась до времен Крымской войны.